Обязательно посмотрите свежее выступление Ермольника и Фоменко. Они вас точно не оставят равнодушными, особенно отбитых на всю голову кретинов. По ссылочке посмотрите, не отказывайте себе в удовольствии. Совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру. Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы, оставшиеся на голове дымом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Здравствуй, дорогой друг. Пока Дмитрий Медведев играется с еврейским беспилотником французского происхождения, а PewDiePie то ли удаляет, то ли не удаляет канал с 50 миллионами подписчиков, на автовазе в Тольятти замалчивают вспышки желтухи, а то и гепатита А. Подробности можете почитать по ссылке в описании к видео. И призываю всех рабочих автоваза, которых достало скотское отношение, высказаться публично, наплевав на придуманные, абсолютно неюридические, незаконные запреты на автовазе выносить ссоры из избы. И никаких санкций за это не последует. Это незаконно. Ну а я хочу сегодня поговорить о приеме на работу и требованиям к соискателям. Сподвигло меня вот такое письмо от моего подписчика, не буду светить имя и фамилию, не нужно это. Бухгалтер по образованию проработал в ресторанном бизнесе больше 8 лет. В течение полутора лет не оплатили ни единого часа переработки и ни разу не отпустили в отпуск, когда попросил прибавку к зарплате, был уволен. Так как я не смею спрашивать такие вопросы у директора и ставить его авторитет под сомнение других. Семи бухгалтеров, которые там работают за гроши, точно так же. Дальше нашел государственную компанию, решил написать и пройти собеседование. Столкнулся с новой проблемой, о которой раньше и подумать не мог. Кстати, пока я вам читаю дальше письмо с комментариями, прошу вас подумать по ходу того, как мы будем эту ситуацию анализировать, какие у вас были самые сумасшедшие ситуации на работе, когда плевали на права работников, когда не принимали на работу с абсолютно абсурдными основаниями. Это важно. Расскажите в комментариях поподробнее. Устроим такой дискурс. Потому что вопрос с искателями, я знаю точно, моя аудитория, это люди, которые ищут работу в данный момент. В России, в принципе, все ищут работу. Всегда, вне зависимости от возраста. Но, тем не менее, важно, чтобы вы понимали, насколько сложно в России под это хоровое заклинание, что у нас все в порядке, реально найти достойную работу. Для человека, а не для скотины, где пашут на нем. Наплевав на нормы какие-то, здравоохранения, технику безопасности и прочее, это все неважно. Прошел собеседование на профзнания, после чего пришел начальник отдела по персоналу и начал задавать вопросы по поводу моих политических взглядов. Далее сообщил слово в слово. Мы придерживаемся нынешнего курса правительства, и наша компания обязана участвовать на всевозможных митингах для массовок и прочее. Эти уже вопросы задавали на полиграфе и предупредили, что раньше это не учитывалось при приеме на работу, но сейчас это важно. Это холдинг ООО Рота Девелопмент. Туда входит много других компаний. Про Рота Девелопмент есть информация, исчерпывающая на сайте соответствующем. Можете полюбоваться, кто там главный владельцы, кто управляющий. Мне вообще нравится честность людей, которые работают в ООО Рота Девелопмент, потому что сразу дать понять сотруднику, что ты идешь в бледушник, ты устраиваешься на работу в бледушник. И какие-то твои потом морально-этические сомнения насчет того, что ты здесь работаешь, нет, нет, сразу тебе ставят перед фактом, что ты идешь в бледушник. И на митинги все эти бессмысленные, по воскресеньям, когда все нормальные люди либо дома отдыхают, либо на дачу ездят, либо с друзьями встречаются, ты как дебил пойдешь на митинг, чтобы про тебя потом сделали сюжет, репортаж. Я дал понять, что я за любой митинг, который не противоречит моим внутренним убеждениям. Соврать ради рабочего места я не могу, даже учитывая тот факт, что уже нет денег на проживание. Тем более, какой смысл был, если все равно потом два часа задавали те же вопросы на полиграфе. И сдавался тест на 187 вопросов для определения многих показателей моего внутреннего мира. Мощно они там проверяют персонал в ООО «Рота-девелопмент». Вот бы у нас так всех проверяли при приеме на работу. А то получаются учителя, которые повернуты абсолютно на православие, и вместо знаний детям дарят исключительно вопросы богословия. Или есть врачи, которые убивают пациентов, или полицейские, которые суют бутылки в жопы подозреваемым. А еще есть сотрудники Росгвардии, которые в оружейной комнате, почему-то, кстати, забыто это уже довольно быстро, пристреливают своих коллег. Вот почему их так не проверяют, как в ООО «Рота-девелопмент». Далее последовали полторы недели ожидания и ответа от организации. Все говорили завтра-дозавтра. В итоге сегодня сообщили, что в связи с моими оппозиционными взглядами мы не можем вас принять на данную должность. Куда катится наша страна? Если уже не важно, какой ты специалист, сколько ты лет работал на занимаемой должности, если ты «оппозиция» в кавычках, действительно, человек даже не состоит в политической партии, он не пишет везде «5.11.2017 не ждем и готовимся», просто он говорит «я пойду на митинг, только если он не противоречит моим внутренним убеждениям». И уже на этом основании его посылают нафиг в связи с взглядами политическими. Это же основание для отказа на приема на работу, якобы. Но это прямое нарушение трудового законодательства. Я не говорю, что в Америке бы с этим сделали, за такую дискриминацию по политическим взглядам. Если там не возьмешь на работу женщину, тебя за это уже засудят, то за это, понимаете, если не брать на работу женщину, при том, что женщина и мужчина одинаково квалифицированы, и работодатель сам вправе выбирать, кого он берет, и потом, если женщина докажет, что она опытнее мужчины, но взяли мужчину, тогда женщину возьмут на работу. А здесь, здесь человека, опытного профессионала в бухгалтерской сфере, 8 лет работавший, еще мужик, бухгалтер, это же редкость. Потому что другой склад, я общался с женщинами-бухгалтерами, и в основном это всегда женщины, а общался с мужиками. И честно, по личному опыту моей работы в корпорациях, в компаниях, мужики-бухгалтеры всегда вызывают больше уважения и больше доверия, потому что женщины, они всегда стараются эмоционально продавить, когда пытаешься решать, а я работал юристом, какие-то вопросы в бухгалтерии, всегда начинают на эмоции, что типа, ну давай, вот так вот так вот. У мужчин этого нет, у них голая логика, у бухгалтеров. В этом ценность. Но здесь это все не важно, в ООО Рота Девелопмент, пожалуйста, расскажите о своих случаях, идиотских абсолютно, при приеме на работу, на работу, с названием компании. Врать не имеет смысла, ребята, потому что для чего это делать? Давайте в комментариях высказываться честно. Вот как мне человек написал письмо. Спасибо за внимание, жмите лайк и подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе и вступайте в наш паблик «Сатиры без позитива». «Сатиры без позитива» там больше диких случаев. Все, удачи. Просто я таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дымом встают.